Слава Господу! Рад вас видеть. Слава Богу! Вы представляете, год подходит к концу. Недавно разговаривал с одним братом. Я с самого первого числа, первого января был в этой церкви. Говорю, если Бог даст, буду в самый последний день тоже у вас. Вот просто посмотреть, как прошел год. Вот, мне недавно исполнилось 57 лет. Вроде бы немного, но как быстро, как быстро прошли. Я смотрел, вот уже в январе будет, получается, 23 года, когда я занимаюсь только служением. Уже 23. И я помню фотографии как-то попались мне, каким я был 20 лет назад. Такой, знаете, вообще такие волосы красивые были. Совсем не седые. А вот 20 лет прошло. И вот точно так же, братья и сестры, точно так же пройдет вся жизнь. Кто старше меня? Она точно так же проходит, правда? И вот раз и порожек этот, и порог, и предстали. И вот этот пункт очень важный. Это столько важный. Я бы очень хотел, чтобы мы с вами как-то посмотрели на вот этот, на год, на свой год. Что за год вообще в моей жизни изменилось, в первую очередь, духовно? Что в моей жизни изменилось за год? Или что я сделала для Бога? Вот Библия говорит, пускай твоя левая рука не знает, что делает правая. А если правая ничего не делает? Тогда она не правая вообще. Вот я думаю, что иногда он может взять какой-то такой ежедневничек и вот хотя бы за год проанализировать, записывать. Вот что-то ты сделал. Потому что у Бога все равно все пишется. Вы знаете, у Него все пишется. Это у нас не пишется. И может быть, потому что мы это не пишем, мы не можем посмотреть на свою жизнь и проанализировать, а правда ли я живу для Бога? Мы же об этом говорим. Мы же говорим, песни поем. Все мое Твое, Господь, все я отдаю там, да? Просто посмотреть, а сколько отдал. И потом сравнить с тем, что отдал этому миру, что отдал другим заботам. Я хочу прочитать с вами 1 Петра, 1 глава 17 стиха. И если вы называете Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданное вам от Отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца. Вот интересные несколько моментов. Со страхом проводите время странствования. То есть Бог называет всю нашу жизнь время странствования. У кого-то дольше, у кого-то меньше, кто-то больше странствует. Тот брат говорит, 800 километров недалеко. Ну как же недалеко? Я ездил 700-800, я 14 часов в этом автобусе. Невозможно вообще, хочется уже выскочить куда-то, а надо все еще ехать. А у кого-то быстро, но все равно это время странствования. И как важно, чтобы иметь страх. Для чего? Время странствования для чего-то дано. У Бога есть предназначение для этого времени. Но иногда как-то вроде бы верующие люди, мы не всегда осознаем, что у Бога есть предназначение для нашей жизни. Но у нас, к сожалению, я иногда даже говорю, к сожалению, есть свободная воля. Мы можем это предназначение не исполнять, не заботиться. Знаете, почему не заботиться? Потому что нету страха. Вот нужен бы страх. Нужен бы страх, нормальный страх. Прошел день. Вдруг смотришь, день бесплодно прошел. Год не прошел, как бы сказать, плодоносно. И там что-то хотел, и это что-то хотел. Там попробовал, там не получилось. Тут не сделал, тут опоздал. Тут что-то доверили, не исполнил. Вот бы потрястись минут 20 от страха. Вот так вот. И была бы какая-то польза. Так нету страха, поэтому и не страшно. Очень жаль. Я недавно читал, я в конце, может, даст Бог, зачитаю, Джонатан Эдвардс. Вообще это, представьте себе, это 1722-23 год, когда он писал свои резолюции. Просто почитайте, найдите в интернете резолюции Джонатана Эдвардса. Это человек, через которого Бог сделал большое пробуждение. Там в Америке очень много людей покаялось. Там есть даже такая знаменитая проповедь. Тогда, конечно, не было ни записи, ни аудио, ни видео. Но есть текст, есть интересная проповедь. Грешники в руках разгневанного Бога. Он проповедовал фактически одну эту проповедь. Множество людей каялись и изменяли свою жизнь. Но уже вообще судьбы были изменены. И у него есть определенные резолюции, как он относился, как он хотел относиться к своей жизни. Он говорил, решено, вот с этого момента я буду поступать так. Потом следующая резолюция. Решено, он где-то это записывал. Он принимал какие-то решения. Как хотелось бы, подводя итоги вот этого года, принять какие-то решения на будущий год. Как вы насчет? Ну, реально, принять какие-то решения. Я вот смотрю на свою жизнь, у меня есть свои недочеты, свои претензии. Претензии к самому себе. И мне бы очень хотелось в следующем году что-то исправить, изменить. На какую-то ступеньку подняться. Я думаю, что если безразлично относиться к своим ошибкам, они никогда вообще не уйдут из твоей жизни. Если безразлично относиться к каким-то успехам в своей жизни, они у тебя не умножатся. Наоборот, пропадут. Здесь написано, вы искуплены от суетной жизни, преданно нам от отцов. Слышите, как интересно. Иисус Христос пришел на землю. Мы говорим, искупить от греха, искупить нас от ада. А здесь как-то немножко по-другому развернуто. Почему вообще? Что? Какое предназначение этого искупления? Искупить нас от суетной жизни. Вот какое искупление необходимо. Вот отчего также пришел избавить нас Христос, за что Он страдал тяжело. Это Его предназначение. Он на кресте висел. Он это все терпел, чтобы избавить нас от суетной жизни. Представляете, насколько опасна эта суетная жизнь? Куда она ведет, эта суетная жизнь? Люди в мире живут этой суетной жизнью. Они заботятся делами житейскими и так далее. Они живут вот этим земным. У них есть цели земные. Может быть, даже неплохие. Может быть, даже так считаются благородными какими-то целями. Но она суетная жизнь. А что такое несуетная жизнь? Интересно? Я хочу прочитать вам еще. Тут сижу, смотрю себе. Вот пытался как-то уложить это все. Жизнь, которая живет весь мир со всеми его понятиями, ценностями, заботами. Представляете? Но этот путь суетной жизни, он ведет в погибель. Что такое суета? Вот Экклесиас в первой главе, в 14 стихе сказал, «Видел я все дела, какие делаются под сонтом, и вот все!» Как здорово! Все! Суета и томление духа. Все. Вот что, что ни возьми. Суета и томление духа. А что не суета? И вообще, как нам жить? Неинтересно, что суета – это… Давайте, чтобы немножко посмотреть, что такое суета. Вот Луки, 8 глава, 14 стих. Здесь интересно сказано про зерно, упавшее в тернии. Упавшее в тернии – это те, которые слушают Слово, но отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. То есть, суетная жизнь – это какие-то дела, это то, куда мы себя вкладываем, но это не приносит плода. То есть, бесплодная жизнь. О каком плоде идет речь? Нужно ли нам заботиться о плоде? Конечно, надо заботиться. Потому что ветка, которая не приносит плод, что она происходит с ней? Ее обязательно отрежут. И когда ты не видишь в своей жизни плода, надо бы задуматься. Когда-то я озадачился, что через меня никто не покаялся. Я 7 лет был верующим, в 99-м году мне Бог как бы стукнул под семечко определенными событиями. Я посмотрел, я не увидел за 7 лет ни одного человека, который через меня не просто услышал, не просто даже со мной молился, а чья жизнь изменилась, кто стал реальным членом церкви, чтобы я увидел, что в нем Бог. То есть, я не увидел этого плода за 7 лет ни одного, в том числе своих родных. И мне стало страшно. Вот как хорошо, что становится страшно. Потому что Библия говорит, кто пребывает вовне, и я в нем, тот приносит много плода. А если нету плода? Да вот ты знаешь, брат, плод – это вот любовь, плод – это вот мир. Интересно, что когда говорится о бесплодной ветви, в этой же главе Господь говорит, не вы меня избрали, а я вас избрал, по-моему, 16 стих. Но чтобы вы шли, слышите, как интересно. Плод, ух ты, что со мной с голосом? Плод, который можно принести только куда-то, идя. То есть, если ты никуда не идешь, этого плода принести невозможно. Невозможно принести это плода, сидя на одном месте. Чтобы вы шли и приносили плод. Надо идти. И куда же надо идти? Вот это, значит, плод – это не просто любовь, радость, мир. Знаете, вот просто мы обманываемся, люди обманывают, сами себя обманывают. Сами себя обманывают. Знаешь, вот плод – это любовь. Увеличилась любовь? Как ты ее размеришь, что она увеличилась? Терпение твое увеличилось? Как это со стороны? Кто не может? Может, со стороны надо спрашивать? Братья и сестры там или дорогие родные? Муж или жена? Вот за последний год у меня плод какой-нибудь вырос, терпение там. Ну как вообще определить? А вот когда кто-то через тебя покаялся, когда какое-то служение совершилось, легко увидеть плод. И по-другому легко увидеть бесплодие. А так как люди себя обманывают, значит, это просто нечто внутреннее должно расти. И я разговаривал со своими детьми, мы 25-го такой, по инициативе детей. Мы собрались как-то с семьей. И мне Саша, ну, папа, скажи какое-нибудь слово, так удивительно, попросили меня проповедовать. Ну, я, конечно, готовился. Я сказал, ребята, мы можем переживать за наши недостатки, мы можем переживать за наши какие-то устройства или неустройства в жизни. Я свидетельствовал своим детям, они, в принципе, видят нашу жизнь. Я говорю, есть одна вещь, которая гарантирует то, что Дух Святой будет тобой заниматься. Что Бог будет заинтересован, чтобы ты слышал голос Духа Святого. Слышите? Мы говорим о том, что нам надо слышать Духа Святого. А почему многие этого не слышат? Или не понимают, а как услышать? Иногда даже прилагают усилия и не слышат. Почему? Потому что голос Духа Святого звучит только там, где это нужно Богу. Послушайте, очень интересный момент. Это должно быть нужно Богу, чтобы ты услышал. Мы всегда как-то хотим для себя. Господи, дай мне услышать, купить эту машину или не купить. Господи, дай мне услышать, вот устроиться на эту работу или не устроиться. Вот иногда люди хотят, ну, каким-то гаданием заниматься. Вот правильно угадать с помощью Бога, как лучше построить свою земную жизнь. Я не уверен, что Бог будет говорить в этом случае. Я думаю, что Бог будет говорить тогда, когда ты исполняешь Его дела, служишь Его интересам. И чтобы ты это сделал правильно, Бог видит твое желание. Бог видит, что ты готов в это вкладываться. Бог видит, что ты идешь по этой дороге, и вот тут тебя надо поправить. Вот тебе тут надо, чтобы ты принес больше плода. Бог заинтересован в плоде. И тогда Он будет говорить. И Он скажет так, даже если ты глухой, ты услышишь. Потому что это нужно Богу. Я сказал моим детям вот что. Постал Павел в 1-й главе 1-й Тимофею, по-моему, в 12-м стихе сказал, «Благодарю давшего мне силу Господа моего Иисуса Христа, что Он признал меня верным, определив на служение». Есть особое положение, которое я желал бы вам. Я детям сказал, я желал бы вам особое положение перед Богом. что Бог взял вас на службу. Что Бог взял вас на службу. Когда ты... Знаете, что такое Бог поставил тебя на служение, определив на служение, чтобы Он определил тебя на служение, если Бог это сделает, послушай, это все равно, что ты принят в какую-то мощную корпорацию, которая будет заботиться, будет все гарантии, все страховки будут работать, зарплату никогда не будут задерживать, потому что ты в определенной корпорации, она уже за тебя отвечает. Надо быть в этой корпорации Бога. Надо, чтобы Он определил тебя на служение себе. Он взял тебя на работу. Но это невозможно, во-первых, сделать самому. Просто самому. Невозможно выбрать. Я хочу служить там. Я буду делать то. Нет, так не пойдет. Он должен определить. И прежде чем Он определит на настоящее служение, Он испытает тебя. Он проверит тебя. Ты можешь прекрасно петь. Ты можешь создать группу. У тебя будут шикарные музыканты. Ты напишешь неплохие песни. Но чтобы это было служение Богу, Бог испытает тебя. Он испытает твои, как ты относишься к финансам. Ты для чего поешь вообще? Ты для чего проповедуешь? Он проведет тебя. Он проведет, как ты со своими интересами. Вот, например, Он поставит. Надо вот туда ехать. У тебя что-то болит, что-то не получается. Надо делать что-то в твоей вот этой суетной жизни. Надо что-то сделать. И все время будет взвешиваться. И Бог будет смотреть, чьи интересы ты поставишь на первое место. И если ты пройдешь эти испытания правильно, и Он признает, Бог признает тебя верным, вот тогда любое твое служение, которое Бог тебе даст, может, даже ты о котором будешь просить, а может, не будешь просить. Может, это будет соответствовать твоим талантам. Может быть, Бог откроет те таланты, которые ты не ожидаешь. Ты хочешь петь, а Бог даст тебе, например, дар исцеления. Например. И вот Он признает тебя верным. И тогда все устраивается. Я очень много видел певцов и проповедников, которые хотят. Ну, знаете, месяц у них не сошелся, значит, как это назвать, дебет с кредитом. Не пожертвовали, диски не купили. Два месяца, три, четыре, полгода. Дальше надо трудиться, где-то зовут, и никто не жертвует. И вот проходит полгода, и вот смотришь, дальше что? Дальше что? И я очень много вижу, как шик с дороги, с этой шик. Один мне сказал, Саша, я устал ходить протянутой рукой. Я вот начал сейчас вести свадьбы, вот сейчас продолжил петь, как я раньше пел в ресторане. Я хоть машину смог купить. И я говорю, не дождался. Не дождался Бога. Не дождался, чтобы Он взял тебя. Когда Он возьмет тебя, да, я совершенно не гарантирую, свидетельствую, Бог не дает шикарной жизни. Наоборот, когда я вижу в людях какую-то, в проповедниках какую-то шикарную жизнь, у меня такой большой вопрос, что-то там не то. Бог не дает богатство, но не дает бедности. С моей точки зрения, это наилучшее положение. Наилучшее положение. Но Бог никогда не даст тебе упасть, если ты попал. Если Бог определил тебя на служение, я свидетель. Бог никогда не даст тебе упасть, вот чтобы ты в долгах был. Единственное, что если тебе хочется 15-й айфон, поговори сначала с Богом, прежде чем его покупать или брать на него кредит. Если ты захочешь там что-то особенно шикарное, поговори сначала с Богом. Потому что даже если у тебя деньги есть, Бог отберет, если увидит, что тебя роскошь, она тебя привлекает. Вообще подумайте о такой вещи. Вот как вы увидите, вот мы, как мы, духовные или недуховные. Представьте себе, представьте, вам свалилось вдруг 5000 долларов. Ну вдруг. Хорошая сумма? Такая. Сразу, первая мысль, куда вложить? Что сделаем? Да не все так думают сто процентов, это раз. И я так не думаю. Но все равно. Вот в том, когда свалилось, вот свалилось. Там есть, что сделать для других, для духовных целей? Там есть или нет? Вот первая мысль, и сразу ты почувствуешь. Сразу ты почувствуешь. Вот почувствуешь. Очень хорошо, когда сразу всплывет, да, конечно всплывет, и там надо ремонт, и то, и это, и вот это. Но есть вещи, которые очень хотелось бы, чтобы были лучше. Очень хотелось бы, чтобы какая-то духовная сторона, она лучше. То есть кому-то помочь. Есть вещи, мы не можем помочь кому-то. Вот просто стоишь с опущенными руками, видишь у человека проблемы, и не знаешь, хотелось бы помочь. Хотелось какому-то пастору машину купить, нема грошей. Хотелось бы еще что-то, чтобы быстрее, там где-то, даже вот в тюрьме, я помню, чтобы молитвенная комната выглядела нормально, там надо обклеить, что-то сделать. И бывает, нема грошей. Вот хотелось бы, чтобы было. Если вот это в голове есть, это уже, это уже очень классно. А если нету, если сразу, о, сразу у Таиланд бы. Зимой, классно? У Таиланд. Господи, помоги. Хорошо, неплохо вообще. Я вот за Таиланд как раз думал. Так вот, интересный момент, просто пробегу, чтобы не забыть. Упавшие в тернии, это те, которые слушают Слово, но отойдя заботами. Смотрите, что сказал о заботах. Филиппийцам 4, 5. Что сказано про заботу? Не заботьтесь. Ни о чем. Но всегда открывайте про Таиланд, про все можно рассказать Богу. И про 15-й айфон. Про все можно Богу рассказывать. Просто Он либо даст тебе, либо успокоит, что тебе этого не надо. Не треба тебе этого. И главное, что Он может успокоить так хорошо, что ты обрадуешься. Дальше точно, и не надо мне. Я помню, один брат пришел к нему домой. И он давал мне рассказывать, как меня Бог благословил. Ты знаешь, вот эти обои, они, ты видишь, какие шикарные обои? И тут там с одной стороны подарили эти, с этой стороны эти. А вот эти двери, видишь, филенчатые, красивые. Там девять дверей, такие красивые. Вот из натурального. И представляешь, мне так по дешевке. И вот это, и вот это. И раздвижные стены. И все это, все это происходит. И он мне так рассказывает. И вот камнем тут обложено. Знаешь, что ты как-то брат бесплатно сделал. Ух, как. Я так сижу, смотрю на это, думаю, а чего у меня этого нету тоже такого вот? И у меня внутри так себе не надо. Я так посмотрел, а точно мне не надо. Ну, просто я не переживаю. Так, знаете, ну, нету такого стремления, чтобы я потом получил. Боже, как Бог. Да у меня, мне очень хочется другого. Мне хочется, это правда. Я Маше, ну, за себя сказать или за жену? За жену скажу. Машенька моя, говорит, я была у сестер, там, общалась с сестрами. И одна говорит, я мечтала, Бог благословил, чтобы быть там в Европе в определенном месте. Бог благословил. Другая говорит, я так благодарю Бога, что я вот-вот хотела на Средиземное море. Она говорит, а я так посмотрела себя. О чем я мечтаю? Вот просто мечтаю. Я, говорит, мечтаю, чтобы эти тетки, которых мы вот спроваживаем, которые реабилитацию прошли, она в репцентре служит, чтобы они не упали. Говорит, вот сколько как тяжело. Вот они, настолько это вот грех. Вот они вроде целый год слушают слово, молятся тут. И вот только они вышли, и половина сразу и запила. Говорит, вот я мечтаю, чтобы эти тетки, она так сказала, эти тетки, около 50 и больше, чтобы они вот не грешили. Или чтобы у них жизнь как-то, ну, по-другому. И говорит, я обнаружила, она сказала, что у меня мечта такая есть. Аллилуйя. Мечтаю, думаю, Господи, живу со святой женщиной, и как же с ней целоваться? Святая прям, знаете. Слава Богу. Здесь интересно, вот смотрите, обольщение богатством. Вот интересно, желающие обогащаться, что с ними происходит? Впадают в сеть и безрассудные, вредные похоти, которые погружают людей в пагубу. Ну, интересный момент. Когда есть, в общем-то, нормально, вот более-менее стабильно, смотришь, вроде бы есть. Крыша над головой, хлеб до хлеба, а человеку хочется. Один мне говорит, Саша, я мечтал, моя мечта сбылась, чтобы взять машину из салона. Я так напрягся, чтобы взять ее новую, чтобы никто до меня за этой баранкой не сидел. Я говорю, какой ты красавец. Вот такие мечты супер. Молодец. Я говорю, много вложил? 35 тысяч. Молодец какой. А в Царство Божие, просто так, намеком, а в Царство Божие сколько? Ну, посмотри. Просто интересно. Просто интересно. Я не хочу никого упрекать, но когда промелькнет эта жизнь, вот она промелькнет, ты предстанешь. И ты скажешь, Господи, я достиг, я вот на этой машине катался, и вот это я достиг, и третье я достиг, и... Молодец, скажет Господь, да? Супер. Тащи эту машину к нам по золотым улицам кататься. Да неправда. Есть вещи, которые бы хотя бы наблюдать, что ты сделал для него, потому что это все время вкладывается в некую копилку. Собирайте себе сокровища на небесах. Мне отец когда-то мой сказал, Саша, я вот, говорит, как-то безалаберно живу. Мы с мамой, вот он так сказал, живем там 30 лет, не помню, 20 лет, как-то он сказал. Представляешь, если бы я даже 10 рублей каждый месяц откладывал, 10 рублей каждый месяц. У меня зарплата где-то 150, наверное, 5 тогда советских рублей было. Если бы я 10 рублей откладывал, у меня бы за год было уже 120. А за 10 лет 1200. Но мы-то, говорит, могли бы и по 50 откладывать. Мы бы новую машину купили. Представляете, интересно, откладывать, вкладывать понемногу регулярно что-то, но не в это, а в Царство Божье. И вот мой отец озадачился, мог бы чего-то достигнуть. Многие люди, когда предстанут перед Богом, даже еще не предстанут перед Богом, просто доживут до определенных лет, когда уже особо ничего не сделаешь, уже сил нету на какие-то духовные вещи. И вдруг подумаешь, а вот если бы духовно что-то откладывал, что-то вкладывал регулярно, и было бы с чем предстать перед Богом, был бы сделать какой-то труд, надеяться на какую-то Божью награду. Иисус говорит, как вы можете веровать, когда друг от друга славу принимаете, а славу, которая от Бога единого, что? Не ищите. Оказывается, невозможно быть верующим. Братья и сестры, нормально быть чистолюбивым христианином, чтобы ты желал славы от Бога. Это нормально. Не нормально. Я не хочу. Я не хочу об этом какой-то награды особой. Мне бы только за порог. Вот. За порог у царства. Вот это ненормально. Тогда вообще можешь не дойти до этого порога. Интересный момент. Чем подавляется плод? Наслаждениями житейскими. Знаете, в последнее время Господь говорит, во втором Тимофею, да? Вторая Тимофея, третья глава. Будут люди более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Вот будут нечто любить. Любить наслаждаться, уметь наслаждаться. Мне один сказал христианин, надо уметь наслаждаться жизнью. Надо уметь. Братья и сестры, умеете? Молодцы. Наслаждаться. И недавно Дин Салат научился делать. Наслаждаюсь жизнью. Но на самом деле, когда это более чем Бога... Вообще, что такое суета? Да мы не сможем без суеты жить. Еще раз повторяю. У нас должны быть заботы житейские. Мы никуда от них не денемся. Вопрос, что стоит на первом месте и что чего подавляет. Если духом умиршляем дела плотские, то живы будем. Живы будем. Значит, нужно постоянно... Это наша жизнь происходит в борьбе. Чтобы эти все заботы нас не подавляли. Чтобы нечто было на первом месте. Чтобы мы постоянно в голове что-то имели. Чтобы со страхом проводили время странствования. Интересный момент. Еще раз повторю, что, братья и сестры, если Бог примет тебя на свое служение, если Он определит тебя, это самое лучшее положение, которое может быть. Я вас уверяю. Он обязательно тогда будет говорить. Он обязательно подкрепит тебя. Он даст тебе все потребное для жизни и благочестия. Нужно вот к этому стремиться. И я верю, что это предназначено каждому. Абсолютно у каждого есть свое поприще, которое Бог бы хотел, чтобы ты это совершил. У каждого есть свое предназначение. Не думайте, что кто-то менее талантлив или кто-то более талантлив. Я много раз говорил, послушайте, если в земном мире вот имеет значение внешность, какой голос там, какие там природные таланты, да, в земных поприщах это имеет, как бы сказать, ценность. То есть выше головы не прыгнешь. Вот я вот никак не спою, как Шаляпин, правда? Ну не споем мы, как там еще какое-то. Даже Киркорова не перепоем. Но если ты двигаешься в духовном служении, это не зависит от твоей природы. Это не зависит от твоих каких-то задатков. Это зависит только от него. Он самого, извините, плюгавого человека может вот так поднять. Говорят, что это Джонатан Эдвардс. У него был такой голос, наверное, у него такой гнусавый был голос, неприятный был голос. Хорошо слышать проповедника, любят слушать проповедника, красивый поставленный голос, статный такой мужик с галстуком красивым. Хотелось бы, да? А он был гнусавый, может он полугорбатый был. И говорят, что он эту проповедь, грешники в руках разгневанного Бога. Он вообще по бумажке читал. Вы любите проповедников, которые по бумажке читают? Но Бог через этого человека сделал величайшее пробуждение, потому что успех в духовном поприще не зависит от человеческих способностей. Интересный еще момент хочу рассказать. Вот притча талантов. Матфея 25 глава. Притча о талантах. Получивший, это 16-го. Получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело, приобрел другие пять талантов. Точно так же, получивший два таланта, приобрел другие два. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю. И скрыл серебро господина своего. Вот иногда люди как-то думают, талант, талант. Талант – это раньше просто мира денег. Ну, просто деньги, понимаете? Это вообще не связано с пониманием сегодняшнего таланта. Просто дали что-то, какую-то ценность человеку. Дали 10 тысяч белорусских рублей. Вот просто дали. И один взял эти 10 тысяч и пошел, приобрел 20-30. А кто-то взял и оставил. Ничего он же не потерял. Он же не потерял же этот талант. Он же отдал, вернул. Ему дали, и он вернул. Все вроде бы должно быть хорошо. А Бог говорит, лукавый, ленивый раб, ты должен был отдать торгующий, должен куда-то был вложить. Послушайте, что это, о чем идет речь? Это то, что мы нечто получили от Бога. Получили от Бога какую-то ценность. И то, что ее не потерять, это ничего не решает. Это неправильно просто не потерять. Послушайте, какую ценность Бог нам дал? Какую ценность Бог нам дал? Он дал нам спасение. Он дал нам Духа Святого. Он дал им Евангелие, радостную весть. Вот ценность, самое главное, которое Бог дал. Послушайте, Бог дал нам спасение. Просто не потерять его. Не потерять его, это не значит принести плод. Принести плод, это чтобы через тебя, Бог, это спасение, ну, это спасение умножилось в два, в три, в пять, в десять крат. И я думаю, что если мы озадачились бы, приносим мы плод или не приносим. Библия говорит, что если пребываем в Боге, то приносим плод. Когда я озадачил, что через меня за семь лет никто не покаялся и испугался, потому что это все свидетельствует, это мне Бог проговорил, что это свидетельствует о том, что ты не пребываешь в Боге. Бесплодная жизнь говорит о том, что неправда, что ты идешь на небеса. Ты в Боге не пребываешь. Если ты бы пребывал, был бы плод. Как бы мы себя не обманывали, как бы добрые проповедники нас не обманывали, если у нас бесплодная жизнь, мы не пребываем во Христе. Мы подобны бесплодной ветви, которую отсекают и бросают в огонь. Поэтому конец года, братья и сестры, каждому лично, лично домой прийти, утонуться в стенку, поговорить с Богом и сказать, у меня есть плод или нет? Покажи, Боже, есть плод или нет? И тогда честно поставить себе диагноз. Я во Христе или я занимаюсь самообманом? Понимаете? Повторяю, Бог, конечно, это будет делать. Конечно, благодать. Но если ты на Его пути, если это в тебе... Кстати говоря, я этим же своим детям говорил, каким образом нужно добиваться, надо на самом деле стараться, надо ревновать, что Бог признал тебя верным и определил на служение. Что надо делать? Надо всегда открываться для Бога, если что-то происходит, если вот попадается какая-то возможность послужить Богу, что-то сделать во славу Божьей, вот просто попадается возможность. Надо не отказать, надо от этого не уклоняться. Наоборот, браться за это, как за возможность обратить внимание Бога на себя. Братья и сестры, ходим, ходим в этот самый вот, в парк раздавать Евангелие. Ходят до сих пор? Есть? Ребята ходят. Подумайте, если вас кто-то позовет в парк проповедовать, и посмотрим, как вы среагировали даже на эту проповедь. Аминь? Аминь. Если кто-то призывает, какая-то возможность кому-то помочь, кого-то поддержать, где-то сказать слово, где-то с кем-то вместе помолиться, надухватываться, за это, как за возможность обратить Божье внимание на себя, чтобы Бог признал верным и взял себе на работу. Вот это и есть гарантия жизни. И это гарантия того, что Бог будет водить тебя Духом Святым, и ты обязательно будешь слышать голос Божий, о чем мечтают все верующие, но не все имеют. Бог искупил нас от суетной жизни. Суета – это страшная вещь. Суетная жизнь ведет в погибель. Духовная жизнь, когда мы побеждаем, духовное ставя на первое место, вкладывая себя вот в это духовное, вот это ведет в вечную жизнь. И именно этого хочет Бог. Этого хочет Бог от церкви, чтобы церковь показала пример этому миру, как жить другой жизнью. Есть другая модель жизни. Есть модель жизни, которой живет этот мир. И все это называется суетная жизнь, которая ведет в погибель. Бог хочет нас избавить. И говорит, имейте Божий страх. Я ведь пришел и страдал на Христе, чтобы избавить вас от суетной жизни, преданной каждому из нас от отцов. И надо от этого избавиться, с этим надо бороться. Все, я прочитаю вам резолюции, которые я просто выписал. Их 70. Вот подумайте этих вещей, которые Джонатан Эдерс написал. Их 70. Просто не поленитесь. Прочитайте. Некоторые вещи меня приводили в трепет. Просто в трепет. Говорю, Господи, какой человек. Дай, Господи, мне как-то подражать ему. Смотрите, резолюции, да? Решено. Никогда не делать ничего в душе или в теле, малого или большого, кроме того, что ведет к славе Божьей. Если невозможно этого избежать, то не быть ни прямым участником, ни пассивным созерцателем этого. Все, что не ведет к славе Божьей, ничего не делать. Представляете? Этот человек принимал такое решение. Этот человек принимал такое решение 300 лет назад. Решено. Не делать ничего, что я побоялся бы сделать в последний час перед звуком последней трубы. ничего делать, чтобы я побоялся сделать в последний час, когда труба прозвучит. Решено не делать ничего, что я осудил бы в другом или за что стал бы думать о нем хуже, чем прежде. Внимательно смотреть. Ничего не сделать, чтобы я осудил бы в других людях. Решено всеми возможными способами стараться стяжать себе как можно больше счастья в будущем мире со всей силою, усердием, стремлением, со всем рвением, на которое я способен, со всем своим старанием. Представляете? В будущей жизни награда, счастье будущей жизни. И к этому, представляете, стяжать этого, то есть трудиться как можно больше со всем усердием, стремлением, рвением, старанием. Решено чаще делать то, что касается вовсе невероятным для славы Божьей, не упуская из виду первоначальных мотивов, намерений и целей. Если же я найду, что это не служит Божьей славе, то отвергать это, даже проповедовать, даже что-то делать, великое и невероятное, но смотреть за мотивами. Я просто хочу, чтобы миллионы меня слушали. Я такой красавчик в софитах. И все на меня смотрят и носят меня на руках. Мотивов. Если не служит к славе Божьей, если так к славе Твоей, отвергать это. Решено, если я совершу какой-либо нехороший поступок, выискивать его первопричину, затем стараться не совершать самого поступка и изо всех сил молитвенно бороться с первопричиной, никогда не мириться с теми грехами, которые есть в твоей жизни, а все время иметь, искать возможность от этого освободиться, написано, изо всех сил бороться. Интересно. Ну и последнее, что я хотел прочитать. Решено не допускать себе никакого удовольствия или скорби, радости или печали, или каких-либо других привязанностей ни в какой степени и ни при каких обстоятельствах, если это не способствует благочестию. Представляете? 300 лет назад человек прожил жизнь уже давно у Господа. Павел сказал, подражайте мне, как я Христу. Я бы хотел подражать этому человеку. Дай Бог как-то мне переродиться, потому что многие вещи не соответствуют. А мы сами, мы с вами должны, если мы хотим, чтобы к нам Бог прилагал учеников, мы должны иметь такое, знаете, дерзновение сказать, подражайте мне, как я Христу. Посмотри на своего соседа и скажи ему, подражай мне, как я. Хватит духу. Подражай мне, как я Христу. Ого! Вот это, вот это надо. Я даже не знаю. Я хочу с вами помолиться. Пускай этот, давайте встанем. Пускай вот это вот наше предпоследнее, я думаю, и в последнее год прошел. Пускай какие-то выводы, какие-то вещи придут в нашу жизнь. Пускай, как этот Джонатан Эдвардс, мы в конце этого года скажем для себя. Решено! я буду так делать. Решено! Я принимаю такое решение для своей духовной жизни. Аминь. Давайте молиться.